приветствую всех кто смотрит это видео хочу снять небольшой ролик сегодня про мою голубику сорт спартан у нас сейчас 2021 год в этом году я ее покупал весной это походу советский сорт голубики и что хотел рассказать аки садил потом позже и покажу что буду я бы готовить короче вот это у нас яма круглая выкопал диаметре диаметр не буду мерить по мерам радиус радиусом 60 сантиметров 2 фута радиусом это диаметр метр двадцать и глубиной она была у меня сейчас скажу сантиметра около 80 на самое самое дно я заложил такую вот рухлядь разную это гнилые доски сосновые для дренажа это еще подготовил куча лежит такая для ям это на дно этих досок наложил потом накидал коры сосновой разной там обрезки кора с опилками потом намешал торфа песка торф не особо чтоб таки болотный поверхностных что сам ха сфагнума обычный с леса низинный торф он более такие черный что я скажу не хуже он это рыжего что все говорить рыжий надо торф черный торф был в большинстве своем на чуть-чуть и рыжий таки поверхностные ну не чисто болотные неизменные лесны где такие низины для черничник любить расти короче насыпал это торфа я литров наверно около 120 на яму на дерево даже больше будет это вот еще привез заготовил когда восх плавил я говорю поеду все-таки съездил привез 14 мешков небольшие такие ядра по 3 тут и еще пару больших что сверху вот эти вот два сверху это литров по 50 мешки а эти по 30 14 и большие третий большего привез 14 смешку торфа это еще две ямы засыплю то полюбом где эту голубику я покупал на рынке трехлетнюю она была ростом сейчас вот я по меру и скажу ростом было 40 сантиметров где-то вот это вот старые ветки уже они утолщились они были тоньше сказали мне что трехлетняя уже и когда я садил я этот ком не раздирал то что там корни были так сплетен и что ее я решил не раздирать он и неплохо и так принялись короче не надо было это и вот это вот прирост этот вот красный это свежий прирост сейчас померяем сколько он предоставил этот зараз кажется выгнал с этого года от низу а это вот от старого такие красненькие доход в померы что свежий прирост не помню кажется он раз в рост пошел потом приостановить и опять пошел и сейчас у нас уже конец ноябра декабрь вот она нашла видно почки такие как распускается то у нас юг беларуси припятская полесье у нас тут тепло постоянно низина это припятская упадина то зимой расти может даже сейчас замерем сколько выросла это голубика и расскажу про других сорт у меня есть вот видно четыре фута метр двадцать короче но это не зараза это раз она поросла становились вторы подкармливая удобрением яхта но называется а покажу лучше сейчас пройдем туда покажу подкармливая удобрением раз в месяц так где-то насыпал так не сильно ну по всей площади не чисто под корень и по всей площади и она вот дала таки прирост метр двадцать один куст это спартан голубика и вот второй куст спартан это сверху распушилась веток напускала я не трогал ничего не не образовываешь то если что по черенку им их все даже листы не упали тоже метр двадцать свежий прирост это тоже голубика спартан яма такая же метр двадцать диаметра это просто на подзаросла травой по краях видно если траву отвернуть вот край ямы идет так сюда и тоже глубокая ямка получается 80 сантиметров выбрал яда болотная грунта у нас тут насыпная земля на огородах болоте дома подавали когда-то и получилось что до болотно это грунта выбрал эту насыпную землю на штык лопаты черная чернозем там песок пошел еще на на два штыка два с половиной а потом уже болотный таких твердый твердый я даю докопал что до дренажа насыпал с таких вот трухлявых палок потом опять же каратом сосновая потом торф а забудь сказать сверху это у нас все по сосновой с дробилки такая вот шипа из сосны для мульсирования и вот третий сорт это мне мой друг подогнал это как-то говорю блюкроп тоже была такая небольшая вот ростом за лето выгнала побеги ну не очень скажу по сравнению с этим спарта лом хорошая черника это голубика не русская так и расти вот верхний прирост метр метр ну этот метр видно подсыхают кончики я думаю не перезиму я особо и хотел я от его прыгнуть тут вот веточку был снизу она замульчировалась а уже и заросла там снизу прыгинал веточка тут выгнутая была хотел прыгнуть чтоб корни пустила но она отломалась и пяточком таким от ствола так я и подшеренковал подшеренковал где-то в августе месяце в средине даже ну средине в десятых числа где-то августа этого года думал не примутся так уже отломалась ветка на три части разделю зачеренковал это осенью полез перед морозами поглядеть что там с этой голубикой пошатал так черенок перед этим изжал короче грунт в этих стаканах я с бутылок сделал жал грунт чтобы он разрыхлился стал тащить мне тащиться думал может зацепилась неким выступчиком где аж вытягивая там корешки такие уже по сантиметру где-то ну по сантиметру остались они были длинны что тоненькие молодые корешки то я аккуратно назад ставлю засыпал пробовал я с весны зачеренковать с весны не получилось дали мне черенков с весны они акта подсохли в грунте и так и пропали на то малом количестве как бы напихал их много в малое количество земли этот раз уже эту отломанную я большие объем поставить это пол литра земли с торфом больше и с песком и полил раз и закрыл сверху и все и больше они трогал два месяца они принялись присыплю на зиму их землю чтоб корни не замерзали накрыли и весной будем садить на маленькие может даже куплюсь всяких сортов но эти мне что-то не понравились блюкроп было я один наверное штук пять и все она спартане не успел я купить уже где-то пригоршня была с двух кустов такие ягоды сладкие голубики этой спартана то мне они больше понравились ну это сорт уже адаптированы у нас на он более лучше расстояние между самими кустами я забыл сказать получается это большое конечно часа замеры расстояние между кустами 242 с половиной метра между кустами видно он конец рулетки и тут 250 я возьму скорее всего еще тут между посажу как раз выйдя метр двадцать пять между кустами я думал это будет спартаном высокий куст говорит до метра 70 думал будет больше раскидистый так получаться но она кто вверх расти не очень можно получаться садить между все одного если так прикинуть то участок то кусок хороший так я занял на три куста а если все между посадить все два куста будет ну можно было сразу траншею прорыть но акта не заморачиваюсь хотя в один кустик посадить посадил один потом что-то информации поискал по этом спартану типа лоя 100 плохо пля и мы если один расти а купил вторый посадил радом да и думал все уже на этом аж потом не подарили что кустик блюкропа это посадил третий уже это еще одну ямку подготовил свежую уже на весну у нас тут получается тоже глубокая на сантиметров 80 на дне там разные палки гнилые ломаши это я говорю потом из завода такой щепы ща накидал на низ также потом уже торф с песком и перегноя взял тачку всыпал целую метал наверно 60 перегноя усыпал я казины там в основном перегной я знаю что будет наверное нормально типа пишут перегною гнетая но я думаю перегноя не помешает даже твои голубики и сделал вот ямку так я вот стою да и думаю делать может туда хочу продолжать тоже рад так один это с востока на запад получается рады так думаю или траншею или ямками круглыми посадить принципе если так подумать если я тут ставлю все одну голубичину кто-то ездить если вставлю голубичину то получится все равно тут такие выроски трехугольные то можно и траншею принципе сделать так все разъехались то звук не отшутные так и если тут же получается опять сделать метр часа замеры его метр двадцать ну да если я сделаю все между под кусты ям это останутся только такие вот трехугольные кусочки с круглые ямы бляха что мясо это блоком я сделаю тогда сюда так вот если круглые ямы выйдут тройники такие может срежут до траншеи посажу если там то и тут будут раньше и садись так что подумаем ладно сейчас мы сходим сходим парнишок а то что-то тут перебили мне все дело о все равно ехал мужик мотоблока мне тут заглох что-то стал заводить заводится туда-сюда то вот моя тепличка такая 6 на 6 поехал короче сейчас а ездят помидоры еще висят опять заглох водила от бога так это у нас вот этот как его не жив видно почки теплицы сидят покуда тут все мороза сильно не было покажу якую удобрение к использовав подголубик такое вот одной рукой вытрашу овощное с микроэлементами написано все элементы питания в одной грануле как-то она называется а о сверху сама форте это не реклама это показывает семья голубику кормил и хурму там кормил им тут немного она подрастала сверху вода капала так вот этим удобрением форте с микроэлементами это моё удобрение что использую для голубики тут и все такое 16 16 16 лежит тоже под сыр и рассыпалась это гумус это тоже то для цитруса использую что я пришел показать теплицу вот моя голубика от люкропа что я отломал и пульта доставал вот вот эту кажется или не вот этого что длинная доставал я ох видно сверху грунту нарушены не знаю она корочки все таки остались небольшие миллиметров по 5 это я думаю принялась обратно просто а засыпал тогда грунт влажный будет я не полив прихожу через пару недель она уже листья по скидала пожелтела ну эти что на чернках листики оставались так я думал про падеж не сидит шатается шатается это изначально уже как бы грунта блек хорошо так держится это шатает ну ничего думаю примется ну не примется так бог ей просто что я тогда достаю получается что корни повредил а эти вроде сидят нормальные видно вот и что было черенки поставил гляжу думаю проверю через неделю что там всеми делается достал одного дак снизу чернец почало древесина я обрезал до зеленого и опять заткнул ну думаю грунт влажный полива в неделю назад думаю не примется раз чернет нашел этот черенок аж принялись неплохо так что черенковать не знаю лучше наверно на зиму чем с этого как бы молодыми побегами более таким месячными в видная кота краснота чуть-чуть пошла нездоровая до черенку на зеленый так что вот это блюкропа и отреза черенковал по башу весной ой бляха мухаша зарабил вот так вот бутылка срезана наверно другая бутылка и с открытыми горлышками так черенки стояли у меня это тут у меня цитрусы стояли я их сюда поставлю эту голубику и сверху пленкой накрыли в теплице надо еще все это убрать будет помидорник этот старых также помидорки и для этих пор свои помидоры они не гнилые хорошие положить хату дозреюсь 1 такая вот эта голубика черенкова надо надо будет весной посадить посмотрю буду ее садить или все еще такие всякие сорта куплю свежие спартан уже я был на рынку там все какие-то сорта продаюсь разные хороши разных сортов понасаживаю ну и буду у их качаха пришел не заметил его под ногой наступил на лапку шоу пораню троху лапку красавчик кот готов много бегаю у меня кошка на рожала стою осенью же отдавал и даже такие больше уже за год им пират назвал его бандита это красавица красавец вот ладно беги гуляй то не лезь лезя на руки полосится хося все коты любят ласку притулись к ноге и балдея ладно беги беги за беги 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 ну что тут все рассказать будем копать яму дальше так покажу расскажу наверное как буду копать если если погода короче не помешает вот одно я думаю лучше траншею сплошную делать или же все-таки круглыми ямками все-таки даже вот этот вот треугольник кусочек если выходит с круглых я земли то то полюбасу мешок торфа с лишним будет сюда влазить ну хай меньшему все равно если до 22 сторон трехугольника это будет два мешка торфа ну и с другой стороны если оставить корни за лубики пойдут сторону то земля обычная будет так бы упираться не знаю даже траншеи это надо сразу рыть трудновато будет выбрать такую яму зараз ну еще подумаю не буду спешить если что так наверное все таки траншею выкопаю хай голубика зиму я ничего и не закрываю не укрываю хоть и первого года на у меня будет вырасти куда денется а вот это вот еще покажу я вам подготовила под хурму тут больше торс перегноем с песком и что хочу добавить такого вот чернозема обычно хрума наверно сильно кислую почву не любишь среднюю то сюда это вот под эту я подготовил хурму яму она сидела лето дала получается прироста о это брал в бекер дала за лето прироста 20 сантиметров и те чуть-чуть заморозки были прирост молодые вызрать не успел уже видного за сухи сверху этот прирост весь так что не знаю это магазин этот бекер что продает саженцы да все там фуфло одну только продаюсь лучше не заказывать их это за за лето выгнала дерево что говорить вырастая на метр выгнала 14 сантиметров всего лишь надо наверно больше в теплицах садить эту хурму она как бы морозостойкая ну ночные холода летом что 10 градусов 15 ночью особо в рост не гоните и чуть-чуть потом толщину взялась так миллиметра на 34 на 3 где-то на два даже то уже разогналась и еще а свежие эти вот побеги не выздоровшие они уже видно сухие видного сухое на изломе так что хурма морозостойкая у нас особо то не растет это надо теплицах садить летом там тепло ночью больше тепло сохраняться парниковая до кона как бы росла а чисто на улице это надо наверно чтобы за крупное крупное дерево было так что я посажу ее уже весной пересажу в эту яму подготовлено и тут вот до мешков рядом теплица у нас 6 метров получается на 6 и вот я от этой кучки компоста возьму сюда такую тоже тепличку сделаю над этой хурмой и сюда вот дерево второе посажу сделаю высокую теплицу это они высокая получается два метра и по центру два с половиной а это я сделаю по центру метра 4 и по краях сделаю метра 3 где-то так чтоб высокая была под дерево именно и посажу там куст хурмы тут куст хурмы посажу по краях будет запасом же сделаю на крону то по краях буду лимоны летом ставить сюда вот от деревьев получится более тень лимоны то не любят чтобы им перегрев почвы был и сами перегревали что сюда вот больше все не поставлю лимоны хурма сюда будет больше на солнце но это все планы в эту яму я тоже глубокую сделала то что я говорю у нас грунта на штык лопаты это сантиметров 30 даже меньше черного такого а потом песок пошел так я выкопал опять же яму 80 сантиметров на низ накидов палок разных гнилых потом щепы этой и торфом полностью заполнил ездил летом ягоды в чернику по чуть-чуть навес засыпал эту яму торф с перегноем и добавлю черного это вот еще своего грунта что будет добавлю перемешаю перекопаю сделаю теплицу и посажу ну придется убрать отсюда тут пчелы тут пчелы и тут пчелы убрать этих три улья а их туда весной переставлю дальше там место и и зеленый пусты средний тут пусты белый этот пустых по переставляю их короче стороны а тут сделаю тепличку высокую на хурму единственно что будет на перекрывать голубики свет утром ну ничего так ладно буду заканчивать то говорить можно вечно кому интересно про голубику я рассказал немного свой опыт что был первый год у меня в опыт как бы сказать удачный получилось что выгнала по метр двадцать спартан это сорт неплохих я скажу ветки толстые мощные такие у миллиметров сколько где-то по 8 толщины blue crop это хиленькие тоненькие и расцветка красивая у спартана красная а это вот blue blue crop до blue crop так они такие чуть-чуть красноватые с зеленью но и хиленькие кита это сорт поменьше ростом этот мне сказали метр семьдесят а этот наверно метр двадцать чё лишь ну хай росте конечно куст не уж они blue crop что-то мне не понравишь по росту ну еще это первый год это получается саженец тоже где-то 2 годовал и не подарили этот саженец я хай тут растет между все посажу я думаю он тоже будет таки высокий раз низкий так я еще между посажу этих blue crop of ладно буду заканчиваться кому было интересно